Всем привет и добро пожаловать! История Зауна и Пилтовера, возможно, уже позади, но это оставляет нам множество интересных фактов и пасхалок, спрятанных в нём. Те, кто часто смотрит мои ролики, возможно, знают о большинстве из них, так что я надеюсь, что будет хотя бы одна вещь, которую вы не знали. Если это видео будет успешным, я, возможно, сделаю аналогичный ролик о других частях Рунтерры. Давайте же начнём! Прогресс как Пилтовера, так и Зауна целиком полагается на хэкстэковую технологию. Название хэкстэк происходит от названия одноимённых кристаллов. Но знали ли вы, откуда они берутся? Есть синтетические хэкстэковые кристаллы, которые созданы при помощи рунической алхимии, и из-за этого они слабее. Но давайте поговорим об оригинальных кристаллах. Хэкс-кристаллы изначально назывались пракристаллами. Их нашла семья Камиллы в пустыне Шуримы. Там они находились под защитой бракернов, уникального вида кристаллических скорпионов. Они не могли долго прожить без кристаллов, ведь должны были пополнять энергию, которая поддерживала в них жизнь. Поэтому они копали глубоко под землю в поисках того, что называли кристаллами жизни. Как вы уже догадались, это были те самые хэкс-кристаллы. Но они предназначались не оба кому. Каждый бракерн искал кристалл, который взывал именно к нему. И как только он находил его, он погружался в землю и начинал ритуал погружения. По окончанию все воспоминания бракерна переносятся в камень. Из-за того, что вся их память хранится в кристалле, если существо умирает, и другой бракерн находит камень, то все воспоминания и опыт прошлых носителей переходят новому поколению. К тому же все кристаллы могут общаться между собой путем того, что Скарнер называет пением. После того, как эти исследователи начали извлекать камни из бракернов, они не только вырывали душу владельца, но и души сотен его прошлых носителей. А так как они могут общаться между собой, то каждый раз, как кристаллы извлекались из тела, все остальные бракерны могли слышать их крики. Так что помните, что каждый раз, как хэкс-кристалл появлялся в какой-то истории, это сопровождается смертью целого поколения бракернов. В истории Эко есть часть, где рассказывается о его набеге на недавно заброшенную лабораторию. Там он нашел обломки кристалла и, цитирую, «осколки гудели, будто пытаясь напеть оборванную мелодию». Когда они находились рядом с прочими, песня становилась громче. Хоть для Эко это и казалось магией, это были лишь голоса умирающих бракернов. И еще одна небольшая деталь. Присмотревшись ко всем намекам в рассказе, похоже, что эта уничтоженная лаборатория некогда принадлежала Синджету. Также, если верить ответам разработчиков касательно Эко на форуме, его меч на самом деле стрелка часовой башни. В той же части истории, где он нашел кристаллы, вы могли заметить стражезоров, которые тоже искали кристаллы. Эти громилы подчинялись Виктору и выполняли его задания по поиску камней. Вот почему эти стражезоры также присутствовали и в истории Джейса. И даже в синематике об Эко Секунде, где один стражезор пытался его убить, чтобы получить кристаллы с его устройства. Раз уж мы заговорили о Викторе, то знаете ли вы, что религия, где люди жертвовали своей плотью радиоаугментации, чтобы угодить богам, была основана не Виктором. Ее создали люди, которые увидели его работу и поняли, что она несет лишь великие дела. В то же время Виктор ненавидит эту религию. Он аугментирует людей, дабы исправить человеческие ошибки и избавиться от эмоциональных привязанностей, которые часто их уничтожают. А религия является лишь другим типом такой привязанности. Одно из созданий Виктора, Блицкранг, был настолько умным големом, что смог улучшить свою собственную систему, дабы убрать ограничения своего мышления. Это позволило ему эволюционировать в нечто с телом машины и разумом человека. Увидев, насколько успешным было его творение, Виктор попытался воссоздать его технологию. Но Блицкранг никогда не рассказывал ему о своем апгрейде системы, из-за чего тот так и не смог создать второго умного голема. В истории Блицкранга была часть о том, как он спас семью вместе с их кошкой из горящего дома. Там же было сказано, что он спас еще и небольшую игрушечную танцовщицу. Это была одна из тех кукол, которые Арианна создала до того, как покинуть свой дом. Ближе к концу истории Варвика был бандит, который назвал его Ревуно. Сначала это запутало меня, ведь так люди Зауна называют свой основной лифт. Но на самом деле, это отсылка к одной из трех историй о том, как этот лифт получил свое прозвище. Первая история говорит о том, что он назван так из-за звуков, которые издает во время работы. Вторая о том, что существует призрак несчастного влюбленного, который поселился в нем. Третья рассказывает о металлическом волке, который живет на самой верхушке лифта. Многие из тех, кто видел Варвика, верят, что он и есть тот самый волк из легенд. Хоть Эвелин и связана с Сумеречными островами, она как убийца выполняет заказы по всей Рунтерре. В ее небольшой истории, ведь она действительно очень короткая, Эвелин общается с Хим-бароном из Зауна Сайта Токеда. Это тот же барон, который спонсировал проект по экспериментам над Заком. И уж раз речь зашла о нем, знали ли вы, что Зак может адаптироваться под эмоции окружающих людей? И помимо смены формы по желанию, он может также менять температуру тела вплоть до плавления металла. Когда вышла история Мунда, многие задавали мне вопрос, как он может видеть манипуляцию времени Экко. Это связано с хронологией истории. Сначала была его история Чемпиона, после чего появился небольшой рассказ Колыбельная, Синематик Секунды и, наконец-то, комикс Управление Временем, где его устройство получило повреждение. Из-за этого он может возвращать назад себя, но перестал влиять на остальную мир. Также существует спекуляция о том, связаны ли между собой Экко, Джинкс и Вай. До обновления Зауна это было не более чем слухами, так как Riot, как правило, стараются избегать фанатских теорий. Но похоже, это будет первый случай, когда разработчики поддержали фанатов. Теперь существует такое количество подсказок касательно Джинкс и Вай, что просто невозможно их игнорировать. Все началось из старой фразы на карте Воющая Бездна. К сожалению, на то время не было никакой другой серьезной подсказки, так что ее сестрой могла быть кто угодно. Теперь в игре есть еще два намека. В истории Вай сказано, что ее нашли в брошенной Колыбели, в которой хватило бы места для двойни. Это значит, что ее сестру забрал кто-то другой. В истории Варвика мы узнаем, что у него осталось кровное воспоминание о маленькой девочке. В лоре Джинкс нам рассказывают, что одной из причин, почему она стала безумной, может быть травма детства. Это все связывается вместе, когда Варвик язвит Джинкс. При этом в насмешке над Вай, он говорит о том, что видел ее раньше, или же кого-то похожего на нее. Для меня это все выглядит как довольно серьезное доказательство того, что Вай и Джинкс сестры. Но что касается Экка, никаких связей нет. Все, что говорит его фраза, это то, что они знают друг друга. У Вай была своя банда, которая была знакома с бандой сирот Экко. Есть шанс, что они работали вместе, ведь многие банды иногда кооперируются. Жанна тоже наконец-то получила полноценный лор, где рассказано об ее уникальном способе существования. По сути, Жанна — это создание, которое существует и обладает силой только тогда, когда люди верят в нее. Как только люди прекращают молиться, она теряет все. Существует большая вероятность, что оригинальное оружие Кейтлин было создано матерью Мисс Фортуны. Также Ургот до сих пор не получил полноценную историю, но возможно это из-за того, что он связан с Ноксусом и Демасией. Так что есть шанс, что его лор скоро раскроют. И наконец-то Доктор Мондо не является настоящим доктором. На этом я и закончу видео. Узнали ли вы что-то новое? Эти факты были больше для тех, кто не смотрит мое видео и больше заинтересован в интересных фактах и пасхалках Ронтерры. Так что извиняюсь, если вы и так все это знали. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала по ссылке в описании. Это видео создано при поддержке нашего патрона Мур-21. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте.